Мир переживает первый серьезный энергетический кризис при переходе к чистой энергии. Как это повлияет на самые богатые страны мира и к чему приведет резкий рост спроса на электроэнергию в сочетании с нестабильностью цен на топливо, узнаем в сюжете нашего корреспондента. Энергетический кризис – это явление, возникающее, когда спрос на энергоносители значительно выше их предложения. Современная экономика требует все больше энергоресурсов, поэтому цены на их электроэнергию являются критически важными для развития современной экономики как в мире, так и в любой стране в отдельности. Соответственно, резкий рост цен на энергию – фактор значительно сдерживающий развитие экономики, и он не может положительно отразиться на мировой, а следовательно и российской экономике, поскольку российская экономика во многом является экспортоориентированной. Снижение темпов роста мировой экономики приводит к снижению спроса на наши товары на зарубежных рынках. Естественно, высокие цены на энергоносители будут выгодны для российских энергетиков, для топливно-энергетического комплекса, что компенсирует отчасти снижение темпов роста других отраслей. С точки зрения российской экономики и России в целом, рост цен на энергию – это не лучший вариант развития событий. По словам Игоря Коха, то, что происходит сейчас на рынках энергоресурсов, можно назвать энергетическим кризисом. Безусловно, это не кризис, вызванный переходом к чистым энергетическим источникам, к возобновляемым источникам энергии. Скорее, напротив, это кризис, вызванный бездумным, необоснованным отказом от использования традиционных источников энергии. По словам Игоря Коха, дальнейшие попытки сократить традиционную генерацию в пользу возобновляемых источников энергии, бездолжных на то экономических обоснований, приведут к еще большему ухудшению ситуации, удорожанию энергии и энергетических ресурсов. В последние несколько лет в США, в Европе, в Японии, в других странах произошли массовые ликвидации атомных электростанций, угольных электростанций, закрытие угольных шахт, сокращение генерации электроэнергии и тепловой энергии за счет традиционных углеводородных и угольных и атомных источников. Резкий рост спроса на электроэнергию в сочетании с нестабильностью цен на топливо означает, что в течение нескольких десятилетий мир может оказаться в тяжелом положении. Последствия, вероятно, будут варьироваться от периодов инфляции и обострения неравенства доходов до надвигающейся угрозы дефицита электроэнергии и падения экономического роста. Елизавета Никитина, Универньюс.